Всем привет, это MattLacostChannel и вы смотрите 17 серия прохождения игрушки Лям Улана 2 И в этой серии мы пойдем в локацию под названием Небесный Лабиринт Не сказать, что эта локация большая, а просто там много-много текста И до нее еще нужно дойти, потому что до нее дойти немножко нетривиально И поэтому я думаю, что в одну серию мы не уложимся и будем изучать ее в течение двух серий Кстати, вот автолевелем из-за него здесь уже во всяких разных местах слишком много монстров всяких появляются Так, здесь феи нет, потому что я сейчас только что немножко походил с этой феей, пособирал монетки мне на камеру Так, давайте вернись там сверху десантник И в общем вот, и сейчас значит мы идем Оп, 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 так Ага, так, здесь еще снизу В общем, чтобы добраться до той самой локации, нам нужно будет сейчас Ротатоскра в некоторых местах несколько раз победить И в общем, здесь вот его первое появление Давай идем сюда Ага Так, иногда даже получается два раза его ударить, вот как сейчас, отлично, если использовать двойной прыжок Угу Ну и в целом его поведение очень похоже на то, как он обычно прыгает То есть как-то вверх, вниз, вверх, вниз И в общем, довольно просто приноровиться к его атаке Хотя, в принципе, когда первый раз я его проходил Он здесь имеет свойство, если находиться наверху, он иногда застревает в вот этих вот стенах Ну, может быть, сейчас в текущей версии уже пофиксили Ну, в общем, когда я играл первый раз, я его так вот в стене зажал И мне удалось его победить Давай уже как-нибудь, это, ко мне Избушка, избушка, повернись ко мне, значит, это Ко мне передом, к лесу, задом Да что такое? Он издевается Ой, ой, ой Так Так, хорошо Ага И последний удар Отлично Кротовка побежден И здесь, во-первых, от него остается череп Так, сколько у меня этих черепов-то уже? Так, где скулс? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь черепов, читать мы их будем позже Так, что здесь написано? Ага, ага, так Так, так, так Так, так Кристаллизуй закупоренный поток времени в яме времени Древней машины надлежащим образом доставит тебя к алтарю времени В общем, вот такая подсказка Здесь еще одно место, куда можно ставить шестеренку И как бы Благодаря этой шестеренке мы сможем вот этот вот лифт опустить вниз И пройти в место, где лежит лампа времени Вот Лампа времени, она где-то Ну, там, где можно видеть такой вот колодец Типа Там, где можно зарядить лампу времени И одновременно, собственно С этой лампой времени Что-то там, что-то там Саму лампу времени получить Так, а тем временем мы падаем вниз Вот сюда прямо Оп Ух ты Здесь прямо Слишком много моторов стало Раньше здесь не было летающей тарелки Давай, кыш отсюда Кыш Так, ладно Нам все равно в другую сторону Летучие мыши, которые сквозь землю, да Так, ты у нас живой, да? Так Далее мы падаем сюда И нам нужно пройти Вот по вот этой вот Самой штуке Давай Сейчас мы подождем Когда Эта врачалка к нам приедет Да И, короче, по ней попутешествуем Хотя, в принципе У меня есть ледяная накидка Поэтому я бы мог И без всяких таких штук Спокойно пройти Так Так Там просто наверху Да, вот этот вот опасный товарищ И его очень аккуратно Нужно замочить Так Ставим грузик Открывается проход И поэтому можем пройти вниз А тот горшок я бы сломал Ой Хотя я получу урон Но здесь просто 100 монеток Поэтому Они мне не помешают И мы спускаемся сюда Попадаем в Icefire 3 топ Вторая Еще одна встреча с этот Оскар Но он просто забирает анг красный И убегает В общем, здесь больше ничего интересного Так А мы находимся в этой части Нам нужно попасть в правую часть На самом деле И поэтому нам нужно будет Телепортироваться Так Телепортироваться Вот сюда Да Правая часть Угу Мы на самом верху находимся О господи Телепортироваться Так Здесь мы проползем Так Здесь Нас замораживает Что там Заморажилка Замораживатель Так И сейчас мы падаем сюда Оп Оп Здесь опять много нечисти летает Нужно Очень аккуратно Ааа Нет 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 Не получилось Ладно Придется нам подождать Лифта тогда Потому что Первого раза Что-то нет Не получилось Так Так Поп 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 Сейчас Это еще Уйди Пожалуйста От меня Так Так Теперь сюда мы запрыгиваем Запрыгиваем сюда Здесь опять много нечисти летает Но я ее так вот Из угла Издалека попытаюсь Убрать Потому что Потому что Здесь нас ждет Еще одна встреча Срода Тоскара И вот Они будут намешаться Если мы Ой Блин Ладно Хотя бы он один Остался Так Может быть Я его так вот смогу Фум Да 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 Так Ладно Не буду на него Слишком много тратить Ага Так И ладно Скелеты Я как-нибудь Поп Поп Отлично Ой Ой Ага Удалось Избежать Ага Так Давай Поворачивайся Ко мне Нужным Боком Так Он что-то Некто в сторону Улетел Хуй мне Удобно Ладно Что-то Нормально Давай Иди сюда Вот Отлично То что надо Так Так Что-то Какая-то Битва Не очень Удачная Получается Ага Так Че Ему Что-ли Искусственный Интеллект Применяли Че-то По-другому Паттерну Здесь Движется Так Не по тому По которому Я привык Хотя Вроде Обновления Не было Последнего Раза Так Так Пакосик Давай Спускайся Куда-нибудь В нормальное Место Вниз Пожалуйста Давай Так Ага И я не так Снизу Двигаюсь Относительно Его Ой Так Он меня так Сейчас Это Всю жизнь Испортит Так Ладно Так Ладно Я наверное Еще одну Битву Неудачную Вырежу И в общем Как только Битва Получится Удачной Я вот Ее Оставлю Сейчас Пока Они Неудачные Были Так И кажется Да Я понял По какому Алгоритму Нужно Все-таки Его Бить Чтобы Там У него Паттерн Был Движение Непредсказуемой Так 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 Ага Давай Иди сюда Отлично И скелет Так Давай Спускайся Сюда Сюда Ага Так В общем Когда он запридует Наверх Главное Отходить Чуть Чуть Вперед От него Так Да Так Так Отходи Отходи Чуть Чуть Вправо Тогда Он Будет Прыбить Его Нужную Сторон Парусь Так Блин Вот На него Не натыкаться Блин Еще Так Так Да что такое Угу 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 Так 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 наконец-то получилось отлично во-первых мы берем шарик во-вторых здесь у нас написано скастуй слова посреди зловещего и зевающегося зноя два слова что освещают день и ночь это приведет к вратам преисподней где видов мир ждет вот еще здесь у нас лежит еще один череп у нас уже получается этих черепов 8 всего нам нужно их 12 собрать что там что-то получить так 44 здоровья нет это мало там мало чтобы идти дальше давайте я подлечусь и там уже почти открылись у врата открылся проход в локацию под названием невестный лабиринт так может быть нам закупить грузиков немного давайте закупим совсем чуть-чуть так и мы возвращаемся до айсфальт ритоп сколько раз я уже здесь был то очень много раз так опять я упал в эту яму тебя уничтожим вот скелет синие зараза не убиваемый толком оп 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 отлично получилось раньше вот этих вот летающих ведьм здесь не было пристали не такого не было отлично мы падаем сюда открывается проход сколько вас здесь так давай 1 2 так все отлично получилось мы прошли мы попадаем в локацию под названием небесный лабиринт да здесь тоже будет нечисти больше чем обычно здесь вот кстати есть секретка да и в этой секретке лежит горшок в котором ничего нету вот я не знаю зачем здесь эта секретка ладно узнаем что она давайте вверх пройдем почитаем что написано соберем горшок скелета приляг по спи гигасы пошли по пути имитации силы матери они запечатаны в этих землях их запечатывание полностью поручено тифону в общем вот значит здесь гигасы какие-то обитают в общем гигасы на самом деле такие что-то типа олимпийцев или что-то вот в этом роде в общем сейчас мы более подробно это все посмотрим так этот товарищ опасный хотя он стоит ничего не делает но он начнет скоро делать тифон спит это началось с тех пор как врата были запечатаны четырьмя непокорными столбами а четыре столба арахмус сцилла грифона и глазья лабарас глазья лабарас что-то я слышал где-то про это мы читали на табличке но в общем неважно суть в том что здесь будет четыре мини босса которых нужно будет победить через некоторое время пока что они не активны но вот спорцы были так так это у нас лизардман какой-то этот примерно как линдеман только лизардман да так 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 гарпия так ладно хорошо вообще я хотел взять то что то что лечит по 10 у нас карта то есть карта можно видеть дислокация не очень большая но там есть свои нюансы так а пока мы пройдем в эту сторону так здесь у нас лежит глоссарий арахма это вот такое вот чудище да так а здесь у нас а здесь таблича которую мы читали здесь ничего интересного так по моему сюда мы можем подняться да в общем можно видеть что по центру располагается точка сохранения сейчас мы находимся по диагонали от нее в общем эта комната она особенная потом и как бы вот есть еще три комнаты которые по остальным диагоналям от центра находится они особенные потому что их можно будет менять местами вот и сейчас мы отсюда особо никуда не приберемся я думаю но как минимум попытаться куда-то что-то пройти можно да здесь вот у нас находится тифон тифон на самом деле такая древняя машина древний компьютер который этим всем управляет но как бы к нему видимо нужно зайти с другой стороны пока что у нас не получится так по моему с этой стороны можно к нему зайти да давайте пока к нему не будем подниматься потому что здесь у нас есть дверка который в которой живет гермеса это небесный лабиринт туда мы третьи дети олимпийцы были сосланы но наша раса близка к своему концу никто из оставшихся не помнит зачем нас сюда сослали и зачем мы продолжаем сражаться поскольку мы доверили сражение управление и все остальное и все остальное машине что находится в комнате выше ни у кого больше нет энергии но если хочешь я могу рассказать тебе что тебе нужно знать об этом месте вот и к нему можно можно много-много раз зайти что-нибудь там почитать божество третьих детей в преисподней известно как гадес хотя я думаю что это уже что его уже выперли какие-нибудь другие божества преисподней другого поколения детей так давайте еще раз зайдем а так так должно быть странно найти комнаты в руинах ламуланы построены похожим образом что и комнаты в эглане говорят записи эгланы перешли в ламулану впрочем перешла только информация так что я уверен что конструкции комнат сами по себе немного различаются тоже не совсем понятно о чем он говорит так а это я уже читал так успокойся это далеко не все что он рассказывает так те чуваки ммм за этой ветвью известные как гигасы демоны они хотят скопировать великую силу матери и присвоить себе похоже что давным-давно наши предки были посланы сюда чтобы запечатать гигасов но сейчас мы понятия не имеем что подразумевалось тут делать нам вот то есть предки там что-то запечатывали а что им осталось делать непонятно так ага это я прочитал давай еще что-то новое скажи так это тоже читал а однажды меня считали героем змеи-близнецы что я поймал господи так начальника-насяльника да я поймал змеи-близнецы что я поймал были остатками первых детей из-за этого мы третьи дети смогли впитать культуру и цивилизацию первых детей достижения моей расы были полностью основаны на моих подвигах но я не смог остановить ссору так еще он что-то там может сказать так 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 давайте еще пару раз зайдем если ничего нового не появится то я пойду отсюда а последний раз последний раз нет ладно ничего он пока не хочет нового говорить поэтому мы не будем его мучить так 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 сюда можно чуть повыше забраться и здесь у нас еще одна комната которая может меняться местами с другими так здесь мы можем подняться сюда наверх так здесь у нас стена которая будышь да ломает все копья так здесь у нас звучало такой вот звук что здесь типа кто-то есть вот здесь можно найти магазин а пока зайдем сюда здесь живет барат ну в смысле эра живет так тифон это чудовищная машина созданная нашими предками он больше не работает но даже в спящем состоянии он продолжает запечатывать дигасов я слышал что древние тексты записанные в тифона могут быть перепробуждены с помощью сильного света это знаменует приход нашей эры эры олимпийцев это хорошая подсказка что при помощи света можно этого самого тифона заставить работать и в этой серии мы его запустим что называется так а пока что так мы пройдем сюда поставим грузик это откроет нам проход снизу так гарпия там наверху летает портит нервы так 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 здесь вот скелеты тоже очень любят портит нервы так хорошо ну гарпии тоже но они не очень не очень агрессивные относительно скелетов так заходим сюда здесь у нас находится мега-рок у которого можно купить артефакт брейслет вот давайте укупим это очень хороший артефакт он позволяет горчки которые здесь есть разбивать с одного удара любым оружием так и в общем это очень полезная вещь то есть например при фарминге там теперь можно гораздо больше всякого нафармить так здесь у нас внутри брюхо ползающего инфернального дьявола в общем что-то очень лафосное непонятное написано не знаю давайте сюда заглянем здесь у нас живет орфей в общем он так сидит вот вам наверно не видно у меня экран побольше вот чуть-чуть правее там грустный киану сидит еще упоротый лис и орфей наверное что-то говорит про арфу так моя арфа способна расстроить даже чуваков из преисподней однажды я посетил преисподнюю чтобы увидеть мою мертвую жену я сыграл ей песню рая в общем с этим орфеем можно кое-что хорошее сделать а именно помните арфу за 1000 монеток которые можно было купить в одном месте и в общем можно эту арфу принести сюда и показать и в общем из этого может что-то хорошее получиться так скелет успокойся а пока здесь у нас стена которая вот так вот и здесь внутри есть секретка а именно внутри находится педестал на который можно поставить грузик и это открывает нам сундук так сейчас я обратно тогда запрыгну так вот и в нем лежит кристальный череп в общем слишком много черепов на одну серию по моему это уже девятый череп силов нужно 12 так что пока еще не время расслабляться еще одна комната которую можно будет покрутить повертеть это что такое так а пока прочитаем что здесь написано тифона тифона пробудет в общем два луча света пробудет тифона лучи будут светить на две стены стены загрождающие свет примут этот свет и тифон проснется тоже хорошая подсказка так здесь у нас двор по югу в общем это штука которая относится к загадке брахмы двор по югу медный век когда беда была выкована изобретели и греха в балансе давайте запишем так потом я ее отсортирую так и сюда можно пройти и здесь у нас живет бафомет а если тебе нечего делать в этом храме пожалуйста вон отсюда хорошо не будем задерживать ага пока пройдем в эту сторону потому что здесь у нас находится рядом точка сохранения на которую будет очень хорошо сохраниться так 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 и здоровья не очень много так что здесь написано так 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 пять лучей света есть начало творения двигай свет и создавай это на самом деле тоже относится к загадке про брахму ну давайте сохраним пусть будет так здесь у нас педестальчик мы его откроем откроется проход вниз специально для того чтобы можно было быстрее к тифону проходить это небесный лабиринт бодрствование инфернального дьявола что выжилал силу матери хорошо будем знать все это мы здесь расчистили здесь по сути мы сохранились и теперь давайте поднимемся на поверхность подлечимся и я продемонстрирую таким образом можно при помощи нашего нового предмета этого самого браслета больше получить больше получить всякого хорошего так а именно сейчас мы пойдем фармить деньги возможно даже я накоплю тысячу монеток чтобы купить арфу чтобы арфею ее отнести так блин нет не сюда мне нужно сюда я же за феей сначала должен телепортироваться так 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 это напоминает мне в середине биск бессмертного поля битва внутри большой лодки имеется врата душ там девять душ нужно ага 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 ты не знаешь что туда попасть может быть где-то вход спрятан внух ну ладно это она про лодку которая посредине была да кстати 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 по моему когда я последний раз увидел от оскара я не прочитал то что написано на табличке потому что там была очень важная информация насчет этой важной информации нам мой друг бы что нибудь сказала а нет нет я прочитал там же было про видафнира про видафнира но в общем через некоторое время мы с этим видафниром повстречаемся но думаю не в этой серии и не в следующей потому что мы пока что будем обследовать небесный лабиринт а пока что я беру в руки свой нож и да собираю деньги в общем вот с одного удара это все очень быстро ломается и очень очень круто единственно что вот эти вот монстры что-то с одного удара не хотят убиваться ну ладно мне здоровья не жалко так а что такое давай так 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 хорошо ой ух ты там тоже какие то а появились кальмары то есть играет на комнате интересно интересно так я не считал сколько заходов я уже сделал но здесь можно довольно много заходов успеть сделать уже 700 монеток по моему до 1000 я не затянул к сожалению так 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 и угу 807 и саму альбюте дотяну кстати чем черт не шутит 936 941 996 так 1002 отлично но я как бы все еще продолжаю сколько у меня получи за этот заход в итоге а все исчезло и поэтому мы телепортируемся в бессмертное поле битвы для того чтобы купить там арфу так это у нас находится где-то внизу так так да отвернись пожалуйста ах тыш вон там и вон начал свое победное шествие отлично мы покупаем арфу и сейчас мы идем показывать ее так небесный лабиринт где же да пойдем показывать ее арфею так карфей у нас жил где-то там в этой стороне так ладно так тоже к нему можно пробраться нет тут снизу надо идти так давай да что такое вот эти скелета не меня вымораживает просто отлично так и мы заходим к орфею о моя арфа хотя нет это не моя арфа струны на моей арфе были сделаны вручную и в общем они в итоге производят более красивый звук я не могу играть на твоей арфе и в общем ты можешь послушать мои предыдущие записи я их записал только однажды по запросу и ты можешь их купить в магазине который управляется свиньей в общем больше ничего с ним нельзя сделать так так нет это я не читал в общем я хотел увидеть мою жену живой еще раз и поэтому я нарушил табу чтобы войти в преисподнюю живым хотя это уже был достаточно плохо то что я сделал я попытался вернуть свою мертвую жену назад вместе со мной и в общем я больше не могу спускаться в преисподнюю в общем даже просто увидеться так хорошо а теперь мы наверное пойдем в асфайл тритоп это то место где у нас был этот самый магазин 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 где продавалась программа игно или nga music я уже не помню более точно да она была здесь где-то так скелет синий скелет гроза как же я ненавижу скелета синих все потому что они не убиваемые ну по крайней мере на текущий момент на самом деле их можно будет через некоторое время убить если получить специально артефакт и мы через некоторое время его получим так так помню здесь еще где-то на какой-то табличке была информация здесь вот очень хорошая записано по моему здесь вот да бракла спросила тума давайте сохраним это тоже относится к той цепи загадок про брахма поэтому давайте все-таки сохраним а помните nga или agna music стоила полторы тысячи рублей она стоит 50 рублей давайте и купим в общем она скидки очень хорошо и у нас появляется приложение agna music 200 мегабайт так что же отключить то чтобы посмотреть так что здесь самое жирное давайте снапшоты алерты отключим так нет не помещается мантры отключим вот и у нас появляется music и в общем здесь можно послушать музыку из игры в общем можно выбрать все что угодно и послушать да в общем отлично но как бы к сожалению в любом месте включить ее нельзя поэтому эта штука в некотором смысле бесполезная давайте я верну все что я отключил так давайте подлечим ся и наверно еще в этой серии я включу тифона включу тифона мы немножко покрутим повертим комнаты чтобы включить тифона так и мы телепортируемся в небесный лабиринт так отлично как же нам поворачивать комнату а здесь где-то была подсказка подсказка так 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 вот лабиринта крылатых можно при помощи слов небо я повернусь поэтому мы берем наш пилар берем мантру небо и вращаем оп отлично закрутил и завертелось и теперь мы можем ага положение то что надо вот на вот эти вот штуки светит свет и теперь нам нужно просто подойти с двух сторон и поставить на предистальчике грузики так по моему нужно вниз спуститься и кстати что здесь написано так 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 ладно у себя записях а вот нашел один поворот приведет к жрице два поворота приведут к грифону в общем на самом деле можно особо вот эту подсказку не брать в расчет просто знаю что здесь есть четыре положения потом просто ходить и проверять некоторые из них так так для начала мы поднимемся сюда так поставим грузик отлично одним глазом тифон начал смотреть вправо но этого недостаточно так здесь а к сожалению пол запечатаны поэтому вниз мы больше никак не пройдем поэтому давайте пройдем здесь немножко с другой стороны так так я кстати со всеми поболтал по моему со всеми вот там наверху тиамат орфей потом еще эрот эрос там где магазин еще внизу гермес был да так отлично теперь с этой стороны давайте зайдем так я не хочу с этим самым сражаться отлично и теперь тифон активирован внизу появляется панель доступа давайте спустимся и почитаем что там написано так 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 Впрочем, архимеренные существа начали проявлять часть сознания Нибиру, они стали солдатами, живущими для исполнения воли Нибиру, получения власти над звездами и запечатывания Ламуланы и Игланы. Впрочем, здесь что-то тоже пошло не по плану, и в общем, да, все плохо, и да, и меня атакует куча всяких разных нехороших созданий. Так, ладно, давайте, наверное, на этом я данную серию закончу, мы активировали Тифона и сейчас уже появились 4 босса, мини-босса, мы их будем проходить в следующей серии, ну и там заодно посмотрим, куда сможем пройти. Дальше, на этом я данную серию закончу, всем спасибо за внимание, всем пока!